Здравствуйте, уважаемые телезрители телеканала АТВ. Это программа Солдэ и я ее ведущий Лагиев Денис. Сегодня мы продолжаем цикл передач касаемых шаманизма, тенгарианства и тенгарианского культа. Сегодняшняя тема нашей передачи это такое понятие как шаманская болезнь. Что это, как она протекает, какие последствия и что является причиной возникновения шаманской болезни. Сегодня в гостях у нас вновь Верховный Шаман Религиозного Центра Тенгари. И Зарим Бо, Теренгажи Борис Жамбалыч. Борис Жамбалыч, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня такая очень у нас интересная тема, очень актуальная именно для Бурятии. Это шаманская болезнь. Что такое шаманская болезнь? Почему она? Знаете, вот именно под шаманской болезнью воспринимается вот такое духовное состояние человека. Именно возникающие вот его начало возникновения именно генетики человека, генов человека. Здесь наш центр Тенгари уже года 6-7 тому назад приезжала наша светила, как бы российская наука. И вот здесь они исследовали вот именно фактор шаманского гена. Именно генетики человека, оказывается, есть такое очень интересное. В генах человека есть очень интересный вот именно шаманский ген, который именно будоражит человека. И она вот, по сути, если понять само фактор шаманской болезни, то она, скорее всего, духовная. И она настолько субъективная, вот такой фактор, который именно приходит в человеческое тело, да, и вот начинается активироваться вот этот ген в человеке, и человек начинает, вот его физическое тело, то есть материя, начинает страдать. Происходит вот именно духовное переживание человека, когда человек уходит в себя. Это главный фактор. И начинается вот физическая боль, боли в груди, боли в сердце. Вот именно он, этот человек, не хочет видеть, находиться в обществе людей. Он уединяется. И у него начинается вот именно процесс, вот именно переживание. Переживание внутри себя за все. Почему я родился? Почему я живу? Что я делаю? Почему я не такой, как другие люди? И вот этот фактор настолько конечет человека, что в последующем может привести до печального, скажем, болезни, как шизофрения и так далее, психическое нарушение человека, именно сознание, умственном порядке. И своевременное, скажем, распознавание вот этого фактора приводит, конечно, вот, предотвращает эту болезнь. И человек вот находит свой путь в жизни, в обществе. И как человек, как личность становится уже более состоятельным для общества. А, допустим, скажем, получается, то есть получается, что многие люди, болеющие психическими заболеваниями, такими, как, скажем, шизофренией, да, как вы сказали, это является, по сути, влиянием родовых ангонов, призывающих его принять именно шаманское посвящение. Знаете, вот, в практике бывает так, что очень много приходят вот именно психические, больные люди вот именно из клиники. Далеко это не так. Почему? Потому что вот есть именно в тенгрианстве, в тенгризме есть понятие избранничества. То есть человек должен быть, вот, если у него есть шаманский род, и в роду были люди, которые вот именно поклонялись культу тенгрианства, и что в этом роду были, скажем, те духовные лидеры, скажем, рода, народа. Ага, вот, обычно у этих людей вот обнаруживается вот такая понятие, как шаманская болезнь. Но большинство случаев, я думаю, психических отклонений людей, конечно, связаны не с этим, а с другими факторами, которые вот именно есть силы наука, психологии, психотерапии. Это очень интересно. Но, скажем, а в каких временных рамках она может проходить? То есть, глядя на шаманов современных, я заметил одно, то есть у нас, как у шаманов, нет какого-то определенного возраста. То есть есть люди в возрасте уже пожилые, есть люди среднего возраста, есть совсем молодые, даже юные, можно сказать. Да, это очень интересный фактор. Именно бывало так, чтобы предотвратить, скажем, шаманскую болезнь, чтобы не было вот такого невезения или психических отклонений. Раньше вот именно, скажем, родители, у кого были шаманы, то вот говорили при рождении детей, говорили, что вот этот ваш ребенок действительно в последующем принесет пользу для рода, для семьи, что он, когда станет большим, вырастет, то станет шаманом. Чтобы предотвратить этот фактор, бывали быванные случаи, что вот именно даже в двухлетнем, трехлетнем возрасте вот именно бывали проходили именно посвящения или угощения вот этих амгонов. Ну, конечно, вот свежие, конечно, сейчас говорим, утраты на данное время. Сейчас, на данный момент, вот действительно, наш народ уже, что мы настолько быстро двигаемся своим к истокам и начинаем вот изучать свое родовое древо, откуда мы, кто мы, каких родов, кто в нашем роду были и так далее. Исходя из этого, вот, я думаю, что вот, чтобы не было вот таких шаманских болезней, я думаю, что сейчас люди стали намного образованнее. Именно, да, с приходом нового века, новых технологий, да, образование стало куда доступнее, и литература. Вот такой вопрос, как бы, у меня, опять же, во многом личный, так как я сам являюсь шаманом. Именно в период юношества, детства, я очень, как бы, много трагедий было в моей жизни, связанных со мной, с моими родственниками, близкими. Допустим, меня машина сбивала, я тонул несколько раз. И вот разные вот такие вот вещи. Вот как бы со стороны ангонов, именно им не жалко маленьких вот детей, допустим? Как, как, вот, почему? Ну, вот, Денис, вот, ты сейчас находишься со мной, беседуешь, вот, мы идем, ведем беседу, и я думаю, что вот настолько ангоны твои хранили тебя, и настолько оберегали, что ты должен был стать шаманом и той личностью. Но ты должен был проходить вот эти испытания. И вот я думаю, что вот, конечно, и от незнания твоих родителей, от незнания твоих предков, конечно, были вот те, скажем, трагедии, вот, были те какие-то вот очень страшные, скажем, истории, страшные вот прошествия и так далее. Но, в самом деле, для человека интересен конечный факт. И в этом конечном факте, что я с уверенностью могу сказать, что вот твои покровители и твои вот именно божества, и я думаю, вечно синий небо, вот, именно жалели тебя. И ты нашел свою дорогу в жизни. Ну, скорее всего, так и есть, потому что я еще жив, и я здесь. Да, вот такой вопрос именно, что нужно для того, чтобы род процветал, и чтобы не было такого понятия, как угейрилте, то есть зова предков. Что должно для этого, какие традиции должны соблюдаться? Да, и именно вот это мы говорим вот о поклонении. Поклонение своим предкам, поклонение вот вечно синего неба, поклонение матери земли. Вот все это в совокупности, она должна быть гармонией. Любое нарушение вот этой субстанции, скажем, да, этого мира, мира тенгриф, мира духа земли, мира подземного царства. И, конечно, вот нарушение дисгармонии вот этих субстанций ведет вот к тому печальному, скажем, исходу, что мы теряем, и на этом мире мы теряем не столько вот себя, а сколько вот идентификации, как кто я на этой земле, откуда я, почему я родился здесь, и почему я родился в этом роду и так далее. Потому что мы все говорим, что все народы, которые проживают на нашей планете, мы являемся странниками, что мы являемся теми частицами, которые бывают бесконечные перерождения и бесконечные вот именно понятия души, его бесконечности. Вот сейчас очень популярна такая тема, касаемая шаманизма. Это, если по-простому сказать, почему их так много, то есть почему нас так много развелось в последнее время. То есть многие считают, что шаманы – это какие-то шарлатаны, но именно ваше отношение в этом плане. Почему именно сейчас, именно в наше время, такой всплеск? Мое мнение, вот именно период возрождения, оно должно быть так. – Она должна быть так, что народ и все окружающее общество должна идентифицировать среди столько многообразия, скажем, шаманов, кто они, кто действительно есть шаманы, и какие вот именно знания, знания его, сакральность, его культура, не только вот, скажем, этической нормы, но и вот культура его поведения, общества и так далее. Вот у нас вот именно в шаманстве, как для нашего народа, я думаю, что был шаман, и народ, он единый. Его традиция, обычаи, культуры, которые были уважительны друг к другу, конечно, мы это очень много потеряли. И сейчас, когда вот при возрождении, она раскрывается. И вот сама интересность этого фактора, что вот среди этих многоликих, многих шаманов, вот именно должна остаться, сохраниться та, та единственная, вот, которая вот ведет традиции, обычаи, и, конечно, общение предкам вечно синем небе. Я очень много, как бы, читаю разного рода литературы, и я слышал о том, что есть, как бы, такая традиция, что в семье именно линия шаманизма, она не должна прерываться. То есть, один шаман уже при жизни готовит замену себе. Именно если, допустим, в результате, может быть, какой-то трагедии или болезни, шаман умер, не успел передать свои обязанности, скажем вот так, что в данном случае можно сделать, скажем так, и как поступить? Я думаю, что вот именно те люди, которые вот именно пришли сейчас при Возрождении и начали вот серьезно заниматься, искать себя, и что же она такое вот именно поклоняться своим предкам, они уже вот именно его, скажем, их ведущие, их шаманы, их духовники в этой жизни, в это время уже как бы проповедуют об этом, что именно они, приходя вот, проходя угощение своих предков, они когда напрямую общаются со своими предками, когда напрямую, когда приходят их предки и говорят, что в вашем роду вот были столько шаманов, что у вас только сейчас души, исходя из этого, что вот эти ангоны говорят, что вот именно последующим, кто будет вот именно последующий шаман, и вот эта та система неразрывности, она уже, я думаю, работает. Вот еще такой вопрос, он касаемый, наверное, вопроса национального. Очень такое расхожее мнение, что иркутский шаман лучше поможет иркутскому буряту, местный шаман лучше поможет местному буряту, скажем, а гинский шаман лучше поможет иркутскому буряту. Есть ли разница? Здесь, если понять историю, все-таки шаман является одним из факторов, скажем, родоплеменного отношения. И также, если брать сущность, общность, вот, скажем, тенгрианства, как вечное синее небо, то он является как бы посредником всех людей на земле. Здесь нету такого различия, вот именно, скажем, мой шаман, это вот именно иркутский, или агинский, или баргузинский, или закаминский. Если этот шаман, или, мы говорим, был настолько образованно и настолько понимает вот всю систематику тенгрианства, то он действительно может не столько, не только помочь именно, скажем, бурятам, то и другим национальностям, которые живут вокруг нас. Например, если вот бывали случаи, что приходили вот якуты, хакасы, чуваши, и они у нас проходили вот именно обряд угощения своего рода, поклонялись своим ангонам. И когда они спускались вот эти ангоны, то они говорили именно на своем языке. Как может вот, например, шаман бурят спокойно говорить по-чувашски, или по-якутски, по-хакаски? Это, конечно, трудно объяснить. Это, конечно, мастерство и, конечно, вот именно посвященность и сакральность знаний тенгрианства. Опять вопрос, тоже во многом национальный. Я являюсь пользователем интернета, и там очень часто такой вопрос возникает о том, может ли человек другой национальности, то есть, скажем, русский, якуты, или, опять же, как вы говорите, чуваш, принять именно шаманизм по нашим традициям? И есть ли, скажем, у вас ученики других национальностей? Ну, знаете, вот я думаю, что вот именно когда вот в моем, своем исследовательском вот именно исследовании, я вот примерно понимаю, что настоящий вот традиционный шаман, живущий на территории бывшей СССР, вот который из виду того, что из виду старости, которую он прожил, 80-90, достали это, они умерли где-то примерно в районе 50-х годов. А после этого они не оставили наследство, скажем, своим детям, и не дали вот именно посвящения. Она, шаман, шаманизм в то время считалось как анахронизм, это уже... И на данное время я думаю, что вот если, опять же, вернемся к тому, что шаман, который был, который работает, он посвящен и понимает вот мировоззрение, именно философию и всю структуру вот шаманства, шаманства или тенгрианства, мы говорим, то он очень, скажем, налаженно может сделать посвящение и другим национальностям. То есть это, в принципе, не имеет значения национальности? Национальность не имеет значения, но путем вот соединения, общения именно его и ихних предков, скажем, если немец, то соединяется со своими предками, да, если якут, там, хакас, они все соединяются вот со своими предками. И путем вот именно бурят-монгольской традиции приходит вот именно шаманство, получает посвящение, и путем своего образования, общения своими покровителями, он может раскрыть именно свое, скажем, якутское, немецкое, хакаское, алтайское, вот именно свой шаманизм. И он, я думаю, найдет, найдет, и вот, в конце концов, придет именно к своему традиционному подходу. Вернемся опять же к вопросу, а такой вопрос, в общем, сейчас очень много шаманов, и также очень много людей, которые, скажем, страдают какой-то степени вот шаманской болезни, и они находятся в поиске того человека, который бы мог решить их проблемы, то есть соединить их с предками. Как, скажем, человеку понять, а настоящий шаман, ненастоящий, вот именно, как? Конечно, вот это сейчас в нашем мире очень актуальная тема сейчас, потому что... Очень сложно, потому что вот именно здесь, когда становится шаман, тот же шаман, который вот именно, к которому приходит человек, он дает клятву. Клятву перед своими предками, перед своими тенгерями, что он обязан служить людям во имя их благополучия и счастья. И при этом не прося у человека наживы. То есть сейчас в нашем мире сейчас идет такая очень актуальная проблема, скажем, коммертизации шаманизма. И его, вот, скажем, как сетевой маркетинг. Ты его делаешь шаманом, этот шаман находит другого, приносит и так далее. И при этом обязательно называются тарифы, деньги, которые он должен заплатить этому шаману. Вот у меня очень много учеников, и очень много учеников, которые ушли от меня, открыли свои организации и так далее. Если у всех спросить, и у всех моих, скажем, прихожанок, которые приходили к мне, Вот я, положа руку на сердце, могу сказать, вот, как учитель меня учил, и как я дал клятву перед своими предками. Я никогда не просил, вот, именно, денежных вознаграждений, тарифов и так далее, помощи и тому подобное. Вот, именно, вот, эта чистота мысли, бескорыстность шамана, вот, именно к этому должны принадлежиться люди. Очень интересно. А вот, почему я задал этот вопрос? Потому что до прихода, как бы, до принятия шаманизма, я очень долго искал, очень долго не мог понять, что со мной происходит, и, как бы, не хочу вспоминать прошлое, но побывал и у других шаманов до моего учителя, да, которые тоже мне проводили обряды, они тоже, допустим, эти обряды очищения, обряды поклонений. И именно в тот момент я уже понимал, что это мне не совсем нравится. Именно то, как они делают это. То есть, что-то, видимо, подсознательно мне подсказывало, что это не то. Именно, придя в линию организацию Тенгири, я понял, что такое настоящий шаманизм. И людям, ну, на самом деле, людям очень сложно это понять. Ну, видимо, для этого и создана эта передача, мы создали ее, да. И, как бы, такой вопрос возникает тут же. То есть, получается, если шаман, или, может быть, он не шаман, а бизнесмен, когда человек пришел, говорит ему, вот столько-то стоит этот обряд, он уже не является шаманом. Да, конечно, вот, вы правильно знаете, уже, когда Бог называет обычную сумму, он уже говорит, что я не шаман, извините, пожалуйста. И вот именно та обрядовость, которая идет традиционно, вот это и есть сама основа, и вот эти люди, когда начинают приходить, они понимают, да, это действительно так. Это уже древнее, это традиционное. К сожалению, Борис Жамбалович, время нашей передачи подходит к концу. Очень было приятно с вами поговорить. Уважаемые телезрители телеканала АТВ, в эфире была программа Сулды, мы раскрываем тут темы шаманизма. Продолжение следует. Сегодня в гостях у нас был Верховный Шаман Религиозного Центра Тенгари, Церендажи Борис Жамбалович. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова